Дорогие наши друзья, всем привет на канале Работа на Дому, Здоровье Семьи из компании Atomi. С вами сегодня Лидия Савченко. Обычно я не записываю видео на бизнес-темы, на темы о маркетинговом плане, но сегодня я хочу записать видео о женском взгляде на компанию Atomi именно с бизнес-стороны, потому что в нашей компании очень-очень много подписано женщин с разных стран, с Германии, с России, с Украины, в Америке, в Канаде. И я обращаюсь сегодня к женщинам и хочу поговорить на темы. Первая тема это как мы строим компанию, зачем мы вообще сюда пришли. Вторая тема это как изменить свое мышление. И третья тема это как научиться мечтать. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Итак, первый момент, зачем мы пришли в Atomi. Когда мы с вами что-то делаем, когда мы с вами куда-то собираемся поехать или пойти. Для чего или для кого мы это делаем? Во-первых, мы это делаем для себя и для своей семьи. Когда мы услышали о компании Atomi, мы пришли сюда ради своей семьи, ради своего здоровья, ради дополнительного заработка. Поэтому ответственность вся лежит на нас. Мы приняли это решение. Мы сюда пришли по своей собственной воле. Если вы интересовались маркетинговым планом компании Atomi, то вы знаете, что в Atomi бинарная система. Что такое бинарная? Бинарная это две. То есть у вас, от вас идут две линии. Это левое плечо и правое плечо. Так как мы сами подписались, так как мы сами хотим делать бизнес, то кто ответственен за постройку этих двух линий или выращивание этих двух плечей или балансирование этих двух плечей, двух линий. Мы сами ответственны. Давайте подумаем так. Если у нас мы что-то несем и мы несем что-то тяжелое и у нас это плечо аж перевешивает. Вот мы носили портфели в школу и у нас бывало не хотели одевать портфель, а бывало одевали на одно плечо. Вот оно у нас перевешивает, перевешивает, пока там остеохондроз уже не начинается в плечах. Также и с другой, с другим плечом. Нам нужно постоянно его выравнивать. Почему? Потому что если мы не будем выравнивать, то бинарный план не будет правильно работать. Мы же работаем не на кого-то. Мы хотим получать денежки сами. Мы хотим получать дополнительный доход, чтобы он шел в нашу семью. Правильно? Потому что если мы будем в одно плечо подписывать, 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 подписывать людей, это какую мы ошибку сделали в самом начале, потому что мы надеялись на нашего спонсора. Мы думали, что он нам должен. Вы знаете, дорогие мои, в этом нужно поменять свое сознание. Нам никто ничего не должен. У некоторых есть такое понятие, что раз я к вам подписался, вам так повезло, что я к вам вообще в группу пришел, поэтому помогайте мне все. Такого не должно быть. Каждый здесь отвечает за себя. Например, мы как спонсоры, мы стараемся подписывать людей. Мы видим, где нет балансировки, тогда мы пытаемся сбалансировать другую ногу. Если мы не можем подписывать людей, то мы записываем какие-то видео, то мы помогаем каким-то советам. Люди к нам обращаются, люди задают вопросы на WhatsApp, на Viber, на Telegram. Иногда я, Леша, говорю, у меня как смольный. Много-много вопросов. А бывает такое, что люди просто остановились, просто перестали подписывать людей, перестали рассказывать об Атоме. И они ничего не делают и просто в обиде сидят. И кому они делают плохо? Они делают плохо только себе. Потому что те, кто хотят работать, они ищут разные пути. Те, кто пришел из других маркетинговых компаний, очень часто не понимают, как здесь работает система. Смотрите, самое интересное, несколько таких моментов. Не нужно платить за членство в этой компании. Очень во многих компаниях нужно платить 20 долларов в год, 50 долларов в год. В некоторых компаниях и 150 долларов в год нужно платить. Здесь ничего не нужно платить, никаких членских взносов. Второе, что интересное, это не нужно покупать каждый месяц продукцию. Во многих компаниях это требуется. Или требуется покупать продукцию на сколько-то поинтов, или требуется делать автошип. Здесь такого нет. И вы знаете, многие говорят, ну как же, а как же я буду работать, люди подо мной не будут покупать или что-то такое. Вы знаете, сделали такой опрос, и когда людей не заставляют покупать каждый месяц, люди сами хотят покупать каждый месяц. Им нравится зубная паста. Они видят изменения в своем здоровье, когда они принимают хамахим или гранатовую красавицу. Людям нравится кофе, который можно пить, и у них не поднимается давление. Люди заказывают какую-то продукцию скорее, детские витамины, рыбий жир. И люди хотят и то попробовать, и то. И им это нравится. Поэтому здесь никто никого не заставляет. 100 тысяч поинтов, то вы получаете 120 долларов. И это может происходить каждый день. В зависимости на то, как активная ваша группа. Почему люди не покупают продукцию? Наверное, потому что мы мало о ней говорим. Когда мы рассказываем свои отзывы, когда мы делимся нашими впечатлениями, люди хотят покупать, и люди говорят, расскажи мне, где такое взять? Я тоже это хочу. Я тоже хочу это попробовать. Так это и работает. Последнее, что я вам хочу рассказать, это уметь мечтать. Есть такие люди, которые не умеют мечтать, и люди, которые против того, чтобы мечтать, и не считают, что это просто потеря времени. Мы с вами должны уметь мечтать, если мы хотим продвинуться в нашем будущем. Конечно, мы всегда молимся о том, чтобы Господь нас благословил. И вы знаете, что мне нравится в этой компании, что это компания христианская. Какое бы видео вы не посмотрели, где выступает президент Пак Хангиль, вы всегда увидите, что он цитирует стихи из Библии, что он рассказывает настолько вдохновенно о Боге, что как будто проповедь хорошую послушал. Если вы хотите не просто заказывать продукцию, но вы хотите получать какой-то дополнительный доход в компании Атоми, то это мы все с вами должны сделать. Это называется жизненный сценарий в Атоми. То есть, это нужно научиться мечтать. Ну, смотрите, давайте мы возьмем такую ситуацию. Вот кто знает нашу семью, кто смотрит наши домашние влоги, вы знаете, что мы недавно перекрасили нашу кухню. И я очень-очень долго к этому шла, потому что никак не могла решиться. Но я очень мечтала, чтобы моя кухня как-то преобразилась и стала более светлой. Что я для этого делала? Я не сидела, и вот мне просто вот краска из магазина пришла, и я взяла, и так себе думаю, ну, давай, может так, а может не так. Нет. Я смотрела различные журналы, смотрела различные картинки, смотрела, ходила на Пинтерс, смотрела, а это подойдет, может быть шкафчики все-таки черным, а стены белым, а может быть стены белым, а бэксплэш сделать черным. То есть, я как-то смотрела, как-то выбирала, советовалась с мужем, советовалась с детьми, советовалась с подругами. Потом выбрали цвет. Так, теперь, какую краску? Что к этому подойдет? Может быть, лампы нужно поменять? Может быть, это мечта? Мы еще не видели, как наша кухня будет выглядеть, но мы об этом мечтали. И мечтать это очень хорошо. Когда мы мечтаем, у нас появляется вдохновение что-то делать. Также и здесь, когда мы пришли с вами в компанию Атоми, мы должны задать себе вопрос. Зачем мы сюда пришли и что мы хотим от этой компании? Я очень-очень всем советую посмотреть видео, которое называется «Жизненный сценарий». Это видео, запись нашего президента Пак Хангиля. Как я уже сказала, это замечательное видео, чуть ли не проповедь, как он рассказывает и как он вдохновляет других людей. Верить — это мы верим в то, чего еще нет. То есть видение нашего будущего, наших последующих каких-то шагов. И для этого компания разработала вот такой вот жизненный сценарий. Этот жизненный сценарий я распечатала с интернета. Я сейчас покажу, где его найти. Вы идете также на ваш бэк-офис или мой офис, мой кабинет в российском сайте, или в американском сайте, на канадском сайте. И вы себе его можете распечатать. Также можно заказать его просто в магазине, и он к вам придет, вы его можете заполнить. Или если вы не хотите тратить деньги, вы можете просто распечатать его вот в таком бумажном варианте. Что это такое? Это то, что помогает нам мечтать. Вот когда мы думаем, да, вот когда мы думаем, что у нас, например, появятся дополнительные деньги. Мы сейчас не будем говорить про цифры. Что бы мы хотели изменить? Что бы мы хотели изменить в нашем доме, с нашей машиной, может быть, кому-то помочь и с путешествиями. Например, да, в доме. Вам нравится жить в доме, в котором вы живете? Да, кто-то скажет, слава богу за то, что дом у кого-то есть хуже. Это все понятно. Но если бы у вас был дополнительный доход, хотели бы вы что-то изменить в вашем доме? Может быть, поменять двери, которые уже скрипят много лет. Может быть, построить веранду, которую вы всегда мечтаете. Может быть, перекрыть крышу, на которую никогда денег до этого не хватало. То есть, вот такие вот маленькие моменты. Записывайте их здесь, записывайте. И когда вы будете это видеть, вы будете, это будет стимулировать, чтобы начать что-то делать. Или, например, машина. У многих нет машины, и они говорят, ничего, слава богу, у нас ноги есть, мы куда ходим, туда и не ходим. Но есть такие семьи, например, у которых много деток и маленький микроавтобус. И они там все теснятся, ютятся, и они думают, ну когда-нибудь бы у нас была бы побольше машина. Вот как хочется. Запишите это себе. Запишите, и это вас будет также стимулировать, чтобы когда-нибудь у нас появятся денежки, и мы купим побольше машину. Или, может быть, кому-то помочь. Если у вас есть какие-то друзья-миссионеры, которым нужно помочь. Или, может быть, какие-то родные или друзья, которые перебиваются с копейки на копейку, и вы думаете, вот если бы у меня были еще дополнительные денежки, я бы помог этой семье. То есть, что-то, что может вас стимулировать. До следующей страницы, те, кто уже работает в компании Атоми, здесь предоставлена вот такая вот графа, где вы можете записывать, сколько вы уже получаете. Может быть, в первый месяц вы получили 20 долларов. А может быть, в следующий месяц вы уже получили 60. А может быть, вы уже 120 получили. А может быть, вы уже каждый день по 60 долларов начали получать. Записывайте все здесь, потому что это потом будет очень интересно вернуться сюда и посмотреть. И компания советует каждые три месяца обновлять вот этот вот свой жизненный сценарий. И потом посмотреть, в конце года вернуться и посмотреть, что же произошло за весь этот год. Друзья мои, не бойтесь мечтать. Конечно, когда мы мечтаем, мы с вами верующие люди, мы всегда молимся Богу, как Богу угодно. То есть мы молимся о благословении, чтобы Господь нас благословил. Конечно, мы с вами должны быть честны и сами с собой. Для чего мы делаем этот бизнес? Если какие-то корыстные планы, то мы должны подумать, передумать, остановиться, попросить прощения и начать заново делать это все. Если у нас добрые планы, чтобы семья была вместе, чтобы, может быть, раз в год всей семьей выезжать куда-то в путешествие, то мы молимся об этом и мы стараемся что-то делать. Мы, знаете, в некоторых компаниях, в каких-то там философских компаниях, они говорят там, напишите себе, там, повесьте где-то или там на потолок приклейте, смотрите, и мечта ваша исполнится. Нет. Мы с вами знаем, что чтобы мечта исполнилась, нужно что-то делать. И если мы с вами смотрим, что крышу, нам нужно крышу перекрыть, и нам для этого нужно, например, 5 тысяч долларов, что нужно для этого сделать? Нам для этого нужно, чтобы наша команда вот столько-то поинтов делала, и стараться продвигаться. Друзья, и у нас у всех есть друзья, знакомые и родные, которые, если так подумать, то которые нуждаются в этой продукции. Посмотрите, сколько видео мы до этого записали, скольким людям помог Хамахим. Если вы будете этими видео делиться, вы можете сами видео записывать, маленькие, коротенькие видео, всего по несколько отзывов. Вы можете на Viber, на WhatsApp, на Telegram, что у вас есть, записать и сказать, слушай, я слышал вот такой отзыв, посмотри, прочитать этот отзыв и отправить своим знакомым друзьям. Я думаю, что из нескольких человек, которым вы пошлете, обязательно кто-то один заинтересуется. Может быть, не один, может быть, все они, с которыми вы поделились. Это очень многое зависит от нас, что мы делаем. Итак, друзья, давайте мы с вами подведем итог. Давайте мы с вами вспомним, зачем мы пришли в компанию Атоми. Давайте мы перестроим наше мышление, что кто-то нам что-то должен, и сами начнем делать, развиваться. Если у вас есть вопросы, всегда пишите, звоните нам или вашим спонсорам, кто вас подписал. И давайте мы с вами не будем бояться мечтать. И эти мечты записывать, а потом посмотрим с вами. Ага, оказывается, что мы об этом мечтали, а это уже исполнилось. И как это приятно будет для себя и для всей же семьи. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите или лично нам, или под этим видео. Мы желаем вам всего хорошего, благословений. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok